Всем доброе утро! Началось колхозе утро. Короче, мы сейчас вызвали скорую, потому что у Каролины по всему видимому ветрянка. Вчера днём не было практически никаких симптомов, то есть мы сходили с ней на утренник, она такая вся была, ну, нормальная. Потом она днём поспала, что для неё удивительно, да, когда она дома, а она днём практически не спит. Но я подумала, ну, хорошо. И смотрю, какая-то она тёпленькая, ну, так, вроде как температуры не было. Она хорошо себя чувствует, бегает, играет. Думаю, ладно. Но ночью у неё была температура, ну, прям такая нормальненькая. А вот утром мы проснулись, она проснулась в 8 часов, я встала на час раньше в 7 часов. И думаю, ну, сейчас проснётся, видно будет. Проснулась она в 8, пока я думала пойти в поликлинику, пойти к врачу, вызвать его на дом или что-то, что-то сделать. Искала информацию. 8 марта никто не работает вообще, ну, нигде. Даже дежурного врача нет. И так уже вот без 10.9 я позвонила в 112 и узнала вообще, что нужно делать, куда идти. Потому что даже если идти в какую-то частную больницу, ничего не работает. Вот тебе и праздник. И мы позвонили, нам сказали, что сейчас узнают там скорой. Короче говоря, сейчас нам приедет скорая, посмотрит Каролину. У неё несколько волдырей просто вышло, прям буквально на глазах. В течение вот 40-50 минут у неё там 6 или 7 вот этих вот пузырьков вышло. Посмотрим, сейчас приедет, что будем делать дальше. Вот она, видите, вот они. И вот таких вот по всему телу где-то штучек 6-7. Самое, что интересное, вчера вечером я собиралась сегодня рано утром уехать по делам. Во-первых, весь день делать дела. И вечером ещё с Сержем куда-нибудь сходить. И вот вчера думаю, нет, ну не хочется никуда идти, потому что хоть и праздничный день, там это вот какое-то было почувствую, хорошо, что никуда не пошла. И ещё в праздничный день тоже, знаете, такая ситуация. Вот всегда все болезни случаются либо на выходные, либо на праздники. Если там на выходном ещё, я не знаю, работают какие-то дежурные врачи, то 8 марта сегодня вообще никто. А Каролина же ещё до этого несколько дней не ходила, то есть неделю практически она не ходила в садик, потому что она, во-первых, себя плохо чувствовала и сидела дома. И как только она пошла, считайте, в садик получше стала, так сразу на неё напала ветрянка. Но, в принципе, ничего страшного. Я ветрянкой в детстве болела, Вика тоже болела. Так что я думаю, что это у неё тоже не будет так уж сильно запущено. Я помню, болела только 3 дня где-то. Ну, вообще похуже, да, что на ветрянку, да? А ветрянку есть именно ветрянку. А ветрянку каждый год прививаемся. Ну, возможно, у неё будет такая стёртая форма. То есть, лёгкая, да? Да, скорее всего будет стёртая, потому что небольшое количество. И на лице практически, на волосистой части нету. Видимо, может быть, будет что-то такое в лёгкой форме. Ну, ничего страшного нету, да? Нет. А зелёнка есть? Зелёнка есть? Ну, купим ей. Всё, врачи только что ушли. И, оказывается, с ветрянкой вообще нельзя никуда ходить. Ну, да, в принципе, я бы дозревала. Она воздушно-капельным путём передаётся. И даже в поликлинику, даже если бы она работала, нам ходить нельзя. Только вызов врача на дом. Но так как вызов врача на дом будет только с 11-го числа, 11-го числа я и приглашу сюда врача. Он посмотрит Каролину. Я вот думаю, может быть, её уже в садик не отводить. Но это мы ещё над этим вопросом с Сержем подумаем. Я ему позвонила, говорю, у Каролины Ветрянка, он перепугался. Он находится на другой стороне Москвы. То есть оттуда сюда в пробках ехать, наверное, 3-4 часа, может быть. Ну, 3-2 часа, это точно. И он говорит, сейчас я, говорит, приеду. Я говорю, ты что, говорю, какой смысл в этом? Так что пришли, посмотрели. Говорит, да, скорее всего, говорит, это у вас Ветрянка. Говорит, других как бы предположений у них нет. Спрашивали ещё по поводу кори. Ну, вот всякие детские, которые заболевания есть. По поводу прививок я говорю, что всё по календарю. Всё абсолютно у Каролины хорошо, нормально. Всё мы делаем, всё соблюдаем. Чики-пуки. И плюс ещё я почитала, что ребёнок с сильным иммунитетом и закаленный ребёнок, он легче переносит. И нам так и сказали, в стёртой форме, говорит, у вас будет проходить Ветрянка. Я так и, я говорю, типа стёртая форма и так и, ну, скажем так, лёгкая форма. Он говорит, да, будет проходить всё незаметно. Ну, посмотрим. Кстати, я ещё почитала, что ребёнка можно купать, если нет температуры. А нам сказали, что купать лучше вообще не стоит, пока не начнут образовываться корочки. И нужно будет ещё за зелёнкой сходить в аптеку, потому что у меня дома зелёнки нет. Мы уже сколько лет не пользуемся. Вот как я выросла, так и не пользуемся этой зелёнкой. Нужно будет сходить зелёнку взять. И всё. И сказали ещё жаропонижающий. Давайте особого лечения, говорят. У ветрянки как такового нет. Ну, то есть просто, либо если есть жар, понижаете его. И если есть волдырики, говорит, их подсушивайте зелёнкой. Вот и всё. Да, это точно ветрянка, потому что у нас там получается инкубационный период две недели. И две недели как раз, полторы недели как раз ветрянка в садике. Бабушка сегодня на обед нам приготовила плов, лук нарезала, морковь сделала по-корейски, да? Да. Вкусно. Будем сейчас это есть. Каролине как раз нравится плов, и вообще ей нужно побольше есть в этот период. Мы пошли сходили, купили зелёнку. И сейчас будем... Это всё тампом. Ну да, будем мазать Каролине на шишечки. Вот, видите, они немножечко уже увеличились в количестве у нас шишечки. Но не так уж и много. Пока мы здесь мазались, пришёл Серж. Я хотела ему отправить фотографию Каролина, как она превратилась у нас в далматинца. Но он уже пришёл и подарил ей букетик! И вот он мой букетик. Такси маме и бабе. Да, это вот мой букетик. А вот он бабе. А вот этот нашей бабушке. Такси папе. Два, три, четыре, пять. Пять цветов у меня тут. Такой красивый маленький букетик. Надо поставить их в эту воду, чтобы они... Не завяли. Да. Мам, мама, я хочу, чтобы мои цветы навсегда остались. С праздником! Это день, мам. И день всех женщин. Да, день женщин. Дай-ка, дай-ка, я скажу. Девочки, девочки, днём праздника заисены. Это Каролина та сама захотела вас всех поздравить. Спасибо всем, кто нас тоже поздравлял в комментариях. Мальчики, поздравляйте, девочки. Я вам желаю счастья и здоровы. И здоровья, да. И счастья. И счастья. А у нас такой крутой 8 марта, да, было? Желаю, чтобы выросли, сосладки. И чтобы у вас много-много было игрушек. Да. А я сейчас занимаюсь своими делами. Серж отдохнул, Каролина тоже. Она так расстроилась, что теперь нельзя Сержа целовать, потому что, ну, воздушно-капельным путём передаётся. И так как он не болел, в любом случае, ему сейчас болеть совсем невыгодно. Он не хочет болеть. И она расстроилась. Ну, вроде ничего, сейчас нормально. И я Сержу говорю, сегодня давай никуда не пойдём, потому что, ну, всё-таки первый день. Всё равно, хоть и Каролина себя хорошо чувствует, бегает там, играет, в любом случае температура ещё есть, мало ли что. Говорю, давай нужно будет посидеть, проследить. Он со мной согласен. Я говорю, может быть, вечером закажем пиццу. Но это не точно, как бы. Во-первых, будет долго всё это ехать, потому что сегодня праздник, а во-вторых, как-то пиццу тоже не очень-то я охота. Последний раз я так её средне поела. Даже не знаю, хочу я сегодня пиццу или нет. В общем, будем думать, что сегодня, может, интересно, ещё что-нибудь найдём, закажем. А так сегодня посидим дома. Вот. Такой вот у нас получилось 8 марта. С праздником, кстати говоря, всех вас. Вот, кстати, мой хлеб. Кто хотел, посмотрите, как он выглядит. Ой, квадратненький. Короче, мы приехали за пиццей, потому что в прошлый раз, как вы помните, когда мы заказывали пиццу, нам привезли её порезанную. Такую шарах-шарах-шарах-шарах. А сейчас ещё лучше порежу. Да, сейчас мы решили приехать и посмотреть, как они тут шарахают пиццу. Шарах-шарах-шарах-шарах. Пришли, заказали, нам сказали минут 15 ждать. А почему это два раза? Что именно? Шарах-шарах-шарах. Шарах-шарах-шарах-шарах. Для эффекта. Для усиления эффекта. И мы сидим, ждём, нам сказали 15 минут подождать. Но я думаю, что подольше. Ну ладно, в принципе, ничего страшного. На доставке, если бы мы заказали, нам бы везли её час-полтора, наверное. Каролина дома сидит, она опять заказала себе с колбасой. И опять сервис взял себе 4 сыра. Только на этот раз уже 2-4 сыра мы заказали с колбасой. И какую-то ещё там тоже с колбасой, но она идёт с моцареллой ещё. Кстати, напишите в комментариях, как вы провели 8 марта, что делали, куда ходили, что получили себе в подарок. Может быть, что-то интересное у вас произошло. Поинтереснее день, чем у меня, чем у Каролины. Короче, у меня сегодня такой длинный день. Я проснулась во-первых в 7 часов утра. И всё, как пчёлка заведённая была. Ещё у меня очень много дел осталось. Я думаю, что сегодня уже докончить, допить. Посмотрим. Давай я поздоровлю всех с 8 марта. Ты знаешь, как ты удачно. Я только включила камеру, и ты решил поздравить. Давай, поздравляй. Я хочу сюда поздравить. Кого это там ты хотела? А, в Инстаграм? Ну, давай сюда тоже поздравляй. Что так сказать? Ты у меня хочешь спрашивать, как поздравлять женщин? Я плюсик нажал. Серж у нас осваивает инстаграм, как вы видите. Он хочет быть крутым инстаграмером. Очень. И я его учу, как нужно правильно выкладывать фотографии. Я вам так поздравляю всех с 8 марта. А-а-а-а. Да он сторис, оказывается, пилит. А я-то думаю, ты же вроде фотки умеешь закидывать. А что это? Ну, давай, разберись. Мы наделись очень просто, практически, в домашней одежде. Да, и приехали сюда. Это... Ну, хочешь фильтры добавляем? Хочешь, все. А как фильтры? Дали же. А это сердце скоро разбирается. Дали? Нет. Мы уже приехали. Вот, в итоге мы взяли все 4 огромные пиццы. Это 4 сыра. Это 4 сыра. Ну, снимай. Каролина почему-то в последнее время пепперони ест без колбасок. Ей просто нравится тесто с сыром. Ну, 4 сыра... А просто тесто, да? Нет. Потому что там в муторе есть кетчуп. А, кетчуп. Но при этом 4 сыра ей не нравится. А это с салями идет, моцарелла и зеленый огурчик. Вот, зеленый огурчик. Какой еще может быть огурчик, кроме как зеленого? Приятного аппетита! Болеешь. Ничего страшного, у нас все хорошо. Каролина себя хорошо, благочувствует. Я вот переживаю просто за ночь. Надеюсь, что все будет нормально. Все, я тоже буду. Но я буду есть только где-то, наверное, 1-2 кусочка. Не больше. Все, я теперь буду сейчас готовиться уже ко сну. Потому что завтра мне нужно будет рано встать. И нам, кстати говоря, сказали, чтобы мы не ходили в поликлинику, а вызвали врача на дом. Но это уже понедельник, когда уже рабочий день начнется. И я вот думаю, наверное, Каролину не отправлять в садик, после того, как она после ветрянки выздоровеет. Потому что там уже смысла не будет. Останется мало времени до нашего дня отлета. Но это еще мы подумаем. В общем, я надеюсь, что вам этот влог понравился. И вы поставили ему пальчик вверх. Обязательно смотрите предыдущие влоги, если вы их не смотрели. И увидимся с вами завтра. Всем пока!